Ну и сейчас давайте вернемся к событиям в Гачине, это в Ленобласти, там на заводе пиротехники произошел взрыв. Вот как сообщает агентство ТАСС, вот несколько секунд назад появилось это сообщение, второй пострадавший извлечен из-под завала после взрыва на заводе. Также по тем данным, которые поступали до этого, четыре человека могут быть под завалами еще в результате случившегося. К месту ЧП уже выехали спасатели, я напомню, что вот эти новости приходят прямо вот в эти минуты. Что происходит на месте ЧП узнаем у представителя МЧС Тимура Хикматова, он с нами на связи. Тимур, здравствуйте, какова информация к этой минуте у вас? Здравствуйте, да, действительно, сегодня в Ленинградской области на заводе пиротехнических изделий Абагат произошел технологический взрыв без дальнейшего отбирания. По данному этой минуты, из-под завала, из лекарь второго человека, работы продолжаются. Скажите, пожалуйста, что такое технологический взрыв, поясните, пожалуйста. Технологический, который происходит в результате работы на заводе. То есть здесь идет у нас разговор о чем? О неосторожном обращении с чем-то или что здесь могло произойти? Неосторожное произведение? Это один из лекарь второго взрыв, который произошел в результате работы на заводе. Понятно. Что сейчас происходит на месте ЧП? Сколько человек задействовано в ликвидации последствий? Сейчас сотрудники разбирают завалы. По нашим данным, по заваламе находятся 4 человека. И по самым последним оперативным данным, сейчас и второго человека. Работы на месте продолжаются. Работы продолжаются. Скажите еще, пожалуйста, вот судя по тому видео, которое присылают сейчас очевидцы, все это происходит достаточно близко от жилых домов. Нет опасности для жителей этих зданий? Нет. Опасности для жилых домов нет. Спасибо. Будем продолжать следить за тем, что сейчас там происходит. Я напомню, на заводе, который производит пиротехнику, прогремел взрыв. Вот была до этого информация о том, что взрыв был при магазине, как раз в магазине при этом предприятии. И также, по последним данным, двое человек, двое раненых извлечены из-под завалов. Под завалами могут еще находиться 4 человека. Ну а все последние новости с места событий нам сообщил представитель МЧС Тимур Хикматов.